Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Если вы думаете, что я сейчас начну колотить по барабанам, то я вас огорчу. Я этого делать не буду. А сижу я за ударной установкой потому, что хочу рассказать вам про одного барабанщика. Я подумал, что так будет поколоритней. А то все на хромакее, да с гитарами из моей коллекции. Радуем всяких виртуозных гитаристов и любителей рок-го-го-стиля. Сегодня за ударной установкой буду рассказывать. На 8 марта я с супругой побывал на концерте Григория Лепса под названием «Я нравлюсь женщинам» в Крокус Сити Холли. Хороший праздничный эстрадный концерт с большим количеством музыкантов и певцов. Только оркестр у Лепса состоял из 10 человек. Три гитариста, бас-гитарист, трубач, саксофонист, клавишник, барабанщик и две бэк-вокалистки. Вначале, само собой, я рассматривал и слушал Лепса. Затем первый фронт музыкантов, то есть гитаристов. Они обычно сразу за певцом стоят. Потом рассматривал второй эшелон – клавишника, трубача, саксофониста и бас-гитариста. После этого я внимательно рассмотрел и послушал бэк-вокалисток. И только в конце я понаблюдал за барабанщиком, который был позади всех на небольшом возвышении. Все музыканты работали чисто и слаженно. Никто особо не выделялся, не тянул одеяло на себя, не пытался оторваться от коллектива и продемонстрировать публике свое великое мастерство. Все было ровно, гармонично и работало как отлаженный аккомпанемент главного действующего лица – Григория Лепса. И уж тем более, меньше всего было видно барабанщика, у которого из-за ударной установки была видна лишь голова. Но именно его работу я выделил из всех музыкантов оркестра. Как это ни странно. Повторюсь, он не выпячивал себя, а просто профессионально делал свою работу. Но эта работа стоила того, чтобы ее отметить. Хороший барабанщик, на мой взгляд, отличается несколькими вещами. Самая главная вещь – он должен быть умным. И понимать первое, что у него в оркестре аккомпанирующая, не солирующая функция. И поэтому не пытаться выпячивать себя. Это непросто. Учитывая, что любой человек в мире хочет выделиться из среды себе подобных. Помните у Гёте Мефистофель говорил Фаусту? Я верен скромной правде. И только спесь людская ваша с самомнением смелым себя считает вместо части целым. Так вот, умение подавить, заглушить в себе спесь и чванство, понять, что ты только составная часть общего музыкального механизма, может только умный человек. Вот это, по моему мнению, и есть первое и самое главное качество хорошего барабанщика, да и вообще любого музыканта. Второе, по важности, профессиональное качество хорошего барабанщика – это умение ровно держать ритм и темп. Или, как выражаются музыканты, держать его железно. Как будто бы в голову встроен метроном. Третья отличительная особенность барабанщика хорошего – это хорошо поставленные мощные и конкретные удары. Если выражаться боксерским языком, нокаутирующие, вышибающие удары. И в первую очередь, по рабочему барабану и по бочке, которые и держат ритм. Четвертое, по значимости качество хорошего барабанщика – это чувство стиля, которое выражается в придумывании сбивок, соответствующих характеру и стилистике исполняемой композиции. Чтобы это было не из другой оперы, чтобы это было не сбивкой ради сбивки, чтобы показать, какой ты виртуоз. И только, на мой взгляд, в последнюю очередь, хорошего барабанщика отличает умение играть очень скоростные партии. Многим начинающим барабанщикам, особенно хэви-метал-попс-шансонщикам, наоборот, кажется, что именно это главное – смолотить со страшной скоростью. Так же, как и гитаристам из этой же когорты, кажется, что главное – это 32-ми нотами шарашить по грифу, арпед, джо и гаммы. Но в этом случае забывается самое главное – что музыка – это не спорт высоких скоростей, и что музыка и мелодия – это слова-синонимы. Но эти виртуозы надменно любят поучать Волощука СД, как надо играть на гитаре, на барабанах и как сочинять рок-н-роллы. Так вот, характеризуя этого барабанщика из ансамбля Григория Лепса, я начну с конца. Четвертое – это отличное чувство стиля. Сбивки были, выражаясь математическим языком, необходимы и достаточны. Ни больше, ни меньше, в точку. И по стилистике точно подходили каждой песне. Подчеркивали характер композиции и становились ее украшением. Третье – удары были настолько мощны и четки, нерасплывчаты, что я сразу же вспомнил Джона Бонхэма из «Лэдзеппельн», который в прямом смысле слова вышибал звук из барабанов, как лошадиным копытом. У барабанщика из оркестра Лепса были именно такие нокаутирующие удары. Второе – ритм он держал железно, хоть метроном с ним сверяй. И первое – он не пытался выпятить себя, а четко и высокопрофессионально выполнял свою аккомпанирующую функцию. Держал на себе ритмическую основу каждой песни. И таким образом мы подходим к определению самого главного качества хорошего барабанщика. Делаем вывод, что это умный человек, так как все критерии хорошего барабанщика налицо. Но музыкой я занимаюсь не так давно, да еще и сочиняю в стиле хард-рок. И, соответственно, интересуюсь больше рок-музыкой, чем эстрадой. Поэтому я не знал, кто это такой. Но решил после концерта поинтересоваться, кто же это. И контент-менеджер Григория Лепса Анастасия Миронец в инстаграме подсказала мне, что это некто Макс Малышев. И что до этого он играл у Вакарчука в Океане Эльзе и у Ани Лорак. И что он является эндорсером фирмы Пайстая. Одной из лучших в мире фирм по производству железа для ударных установок. То есть этот барабанщик представляет эту прославленную фирму и играет только на ее продукции. Подобные компании предлагают стать своими эндорсерами только выдающимся музыкантам. Они бесплатно обеспечивают их всей своей продукцией. А звездам сцены за это еще и доплачивают. Я начал наводить справки об этом барабанщике у своих знакомых музыкантов. И вот один мой очень хороший товарищ, гитарист Миша Жучков, уже детально охарактеризовал меня Макса Малышева и как профессионального музыканта, и как человека. Так вот, я не ошибся ни в одной своей характеристике. Михаил полностью подтвердил все его высокие профессиональные качества. И подтвердил также вывод, сделанный мною в ходе концерта, что это очень интеллигентный, тактичный и умный человек. То есть не нужно слушать слова человека о самом себе, достаточно посмотреть на его дела, чтобы понять, кто это такой. Еще Михаил рассказал мне одну интересную историю, подтверждающую высокий профессионализм Макса Малышева. И я с его позволения, я имею ввиду Михаила Жучкова, он мне разрешил это сделать, расскажу эту историю вам. И проиллюстрирую эту историю фотографиями и фотоматериалами, представленными мне Михаилом. В 2007 году Михаил был бренд-менеджером другой известной фирмы по производству железа для ударных установок, американской компании Ziljan. И ему было поручено в качестве продвижения продукции компании организовать и провести несколько мастер-классов со знаменитым американским барабанщиком Джоэлом Розенблактом. Одно из таких мероприятий проходило в Москве, а другое в Киеве. Так вот, в киевском мастер-классе на разогреве перед Розенблактом были заявлены два украинских барабанщика, одним из которых был Макс Малышев. Три ударные установки. Макс, сыграешь? Наверное. Я думаю, сыграем. Саня выбирает палочки. Они еще не играли в «Вести Генерацию», но в самом деле, к сожалению, не получили. Михаил рассказал мне следующее. Макс перед выступлением обратился к публике с просьбой помочь ему с выступлением в его сольном номере. Он разделил зал на несколько секторов и попросил один сектор имитировать голосами и зубами звук хай-хета. Другой сектор. Он попросил имитировать удары бочки. Третий сектор. Удары рабочего барабана с определенными рисунками. Затем, действуя как дирижер, он задал публике темп, и они начали воспроизводить эту ритмическую конструкцию. Когда у зала начало получаться слаженно и громко, он сел за ударную установку и начал солировать на барабанах. Михаил рассказал мне, что это было очень круто. И не только зрители, но и сам Джоэл Розенблад был восхищен и фантазией Макса Малышева, и его профессиональным мастерством, как барабанщика. Вот вкратце я вам рассказал историю своего заочного знакомства с великолепным барабанщиком Максом Малышевым. Надеюсь, когда-нибудь познакомиться с ним и в жизни. И я рад, что у нас в стране есть барабанщики международного класса. Значит, у нас есть перспектива делать прекрасную музыку мирового уровня. Вот все, что я хотел вам рассказать. И я надеюсь, что Макс Малышев простит меня, что я без его разрешения рассказал о нем. Ну вот захотелось мне. Это же законом не запрещено говорить хорошие слова о наших музыкантах. До свидания, друзья. До скорых встреч. Мысли вслух точны и честны, мысли вслух о том, о сём, интересны мысли, если сказаны Малащуком. Малащуком Малышевым